Всем привет! Музеи – это кладбище искусства, когда-то сказал один французский писатель. Но в современное время либо понятие об искусстве сильно изменилось, либо людям стали больше нравиться места, где приходится ужасаться и удивляться, а не восхищаться. В связи с этим я составила топ-5 самых странных и необычных музеев по всему миру. Если вы соберетесь ехать в Индию, то сможете заглянуть в необычный музей, который посвящен унитазу. В музее можно полностью проникнуться туалетной тематикой и увидеть писсуары и унитазы, а на стенах плакаты, стихи и шутки все на ту же тему. Одна из самых ценных вещиц в музее – достоверная копия трона французского короля Луи VIII, в которую был встроен туалет. Этим троном король пользовался, когда находился в суде, чтобы ходить в туалет, не прерывая очередное важное слушание. Создатели музея лжи в Германии с гордостью говорят, что все их экспонаты – подделка. Музей находится в здании, которое выглядит как двухсотлетнее старинное строение, но на самом деле ему несколько лет. На входе посетителям предлагают попробовать эликсир молодости и аппетитный торт, но это всего лишь чай и красивая пластиковая подделка. Среди экспонатов – ухо Ван Гога и накладные усы Гитлера. Директор музея говорит, что все это ему досталось от фравнышки у Минхаузена, но неизвестно, правда это или вымысел, ведь это музей лжи. А вот сейчас уже не до шуток речь пойдет о музее несчастной любви, который находится в хорватской столице. Экспонаты музея – это пожертвования обычных людей, у которых разбили сердце, например, топор одной лесбиянки, которым она крушила мебель своей подруги после разрыва отношений. Прелесть современных музеев в том, что вы можете выбрать вид искусства себе по вкусу. И если вы не восхищаетесь творчеством Ван Гога или же Пикассо, для вас все равно найдется нестандартный вариант. Я был в Нью-Йорке, музей Гугенхайма. Я тоже. Пятый этаж, современное искусство. Смотрю, куча мусора. Обнесена веревочка и подпись. Куча мусора. Смотрю, туалет. Ровно такая же веревочка. И подпись. Туалет не работает. Я стал думать, это туалет не работает? Или это произведение искусства под названием «Туалет не работает». Музей плохого искусства в Америке. Антиквар Скотт Уилсон решил создать такой музей после того, как нашел в мусорном баке неудавшуюся картину. Он назвал ее Люси в поле с цветами. После чего решил, что такие произведения искусства должны собираться в коллекцию. В музее плохого искусства собраны 500 экспонатов. Слишком плохих, чтобы быть проигнорированными. Ну и лидер самых странных музеев, по моему мнению, это музей волос, который можно найти в Турции. Как же жутко смотрится это место. Музей находится в подземелье, и там представлены образцы волос более 16 тысяч различных людей. У посетителей музея есть возможность пополнять коллекцию, пожертвовав собственные локоны. Только вот в чем интерес разглядывать чужие волосы, я так и не поняла. Когда звучит слово «музей», у большинства из нас возникает ассоциации с местом, где выставлены картины, скульптуры и прочие экспонаты. Но, как мы видим, искусство понятие неоднозначное. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok